В очередной раз всем здравствуйте. Этим уроком мы с вами открываем главу о анимационных эффектах и методах, которые предоставляет нам jQuery для их осуществления. В этом уроке мы рассмотрим первую группу методов для сокрытия и отображения элементов. Причем добиваться этого результата они будут путем изменения таких CSS-свойств элементов, как непрозрачность, высота и ширина. Итак, начнем мы с вами с метода height, вернее реализации этого метода, который не принимает ни одного параметра. Из названия метода можно говорить уже о том, что он скроет каждый из элементов набора, к которому применен. Теперь его реализация, которая принимает два параметра. Speed – это скорость, с которой будет скрыт элемент. И второй необязательный параметр – это имя функции, которая будет вызвана для каждого элемента набора по завершении процесса скрытия. Параметр speed может иметь три строковых значения. Это slow, normal и fast. Или численное значение в миллисекундах. Для того, чтобы вы как-то могли ориентироваться, я указал вам, что, например, slow – это эквивалент 600 миллисекунд. И теперь о функции function. Внутри нее вы можете использовать указатель this. Это указатель на именно тот дом элемент, который был анимирован. Теперь рассмотрим две реализации метода show. Первая из них, опять же, не принимает параметров и отобразит все элементы набора. Вторая, опять же, принимает первый параметр – скорость, с которой будет отображен элемент. И второй необязательный параметр – function. Имя функции, которая будет вызвана по завершении того, как элемент отобразится. И теперь три реализации метода toggle. Первая из них скроет или отобразит элемент в зависимости от его текущего состояния. Если на данный момент он невидим, то есть скрыт, то элемент будет отображен. В противном случае будет спрятан. Следующая реализация данного метода принимает в качестве аргумента булевое значение. Аргумент switch. И в зависимости от этого самого значения будет либо скрывать, либо отображать элемент или набор, к которому применена. Если switch true, то элементы будут отображены. Соответственно, если false, то будут скрыты. И последняя реализация этого метода с двумя параметрами. Опять же, второй из них опционный. Это имя функции, которая будет вызвана по завершении анимации. И первый параметр speed – скорость, с которой данная анимация будет осуществляться. На мой взгляд, тут абсолютно ничего сложного нет. Все просто элементарно. Поэтому мы сейчас быстренько с вами взглянем на код, кое-что ручками сделаем. И сразу перейдем к фейдинг-эффектам. Итак, открываем документик hiding start. У нас здесь есть вот такая вот заготовочка кода. Один блок, две кнопки, связанные с ними обработчики на события. Клик на одной кнопке функция show element, на другой hide element. Документ в браузере выглядит следующим образом. Вот такой вот большой желтый блок и две кнопочки. Теперь давайте напишем тела этих функций. Как вы видите, на данный момент они ничего не делают. Первый мы для начала помещаем в конструктор jQuery селектор с нашим ID-шником нашего блока. И применим к нему, к полученному набору, метод show без параметров. И во второй нашей функции, функции hide element, опять же помещаем в конструктор jQuery селектор с ID-шником нашего diva. И применяем к этому diva метод hide. Сохраняем документ, смотрим, что у нас получилось. Идем в браузер, обновляемся. Теперь кликаем на hide, прячется. Кликаем на show, появляется. Но видите, так быстро все моментально происходит. По сути, ничего мы заметить не можем. Чтобы можно было пронаблюдать, как изменяются свойства этого самого элемента, мы снова идем в браузер. И давайте скрывать будем наш элемент в течение 5 секунд. А отобразим, например, вот такой строковый параметр скорости передадим. И еще как параметр можно, давайте сразу в этот же метод show передадим функцию, которая будет вызываться по завершении процесса отображения элемента. Это будет у нас с вами анонимная функция, результатом выполнения которой будет выведение в браузере модального окошка с сообщением The div is visible. Прошу прощения, писался немножко. Сохраняем документик. Идем в браузер. Снова обновляемся. Теперь нажимаем на hide. Медленно-медленно, как вы можете заметить, изменяются все характеристики элемента в плане геометрические размеры, ширина высота и непрозрачность элемента уменьшается. И шоу вот так вот, как бы у нас достаточно быстро блок наш появился и вызвалась функция, переданная в метод show как параметр. Теперь давайте попробуем обойтись всего одной кнопкой, чтобы осуществлять и то, и другое действие. Идем в Dreamweaver. Одну кнопку мы с вами можем даже закомментировать. Добавляем сюда HTML-комментарий. И переменуем нашу кнопку show в кнопку toggle. И теперь с вот этой самой кнопкой toggle, айдишник у нее остался тот же самый. И, соответственно, изменим тело функции showElement. Вместо show, давайте даже не вместо, чтобы было нагляднее, просто эту строчку закомментируем. И скопируем ее. И вместо метода show применим к полученному набору метод toggle. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страничку. И теперь кликаем на кнопку скрылся элемент, выявилось сообщение. Кликаем снова, появился документ, выявилось сообщение. Ничего абсолютно сложного, как я вам и говорил. Давайте-ка рассмотрим теперь фейдинг эффекты.